Конечно же, поскольку мы соседи, у нас всегда будут какие-то общие точки зрения, желательно, чтобы побольше было на разные проблемы, но и будут разногласия. И лишь только потому, что мы соседи, и потому что мы соприкасаемся постоянно друг с другом, и, естественно, будут разные точки зрения на различные проблемы. Но поскольку мы соседи, а их не выбирают, они от Господа, и нам, хотим мы этого или нет, придется жить как соседи, а чтобы жить мирно и дружно, мы иного пути не видим в Беларуси. Вы это хорошо знаете и понимаете, но надо общаться и разговаривать на различные темы, начиная от общей проблемы безопасности в этом регионе. А сейчас у нас, вы знаете, в Европе штормит и очень сильно. Дай бог, чтобы этот шторм так и успокоился. С другой стороны, есть местные проблемы. Я считаю, это наши с вами проблемы, если это проблемы. Ну, к примеру, строительство атомной станции. Тема, которая очень актуальна в Литве и, как мы считаем, очень политизирована. Поэтому хорошо, что вы приехали. Я думаю, это будет хорошим началом обсуждения хотя бы тех проблем, которые между нами существуют. А базис, основа, на котором мы можем строить наши отношения, это всегда и везде экономика. Торгово-экономические отношения, несмотря на политические разногласия, уровень очень высокий. Вы знаете, что мы всегда с большим удовольствием поставляли миллионы тонн товаров через Литву. Нам комфортно было работать в ваших портах и железная дорога, транзит. И наших людей очень много с туристическими целями посещают Литву. Мы никогда не препятствовали, чтобы и литовцы к нам приезжали. Ну, слушайте, когда-то же жили вместе в одном государстве. Надо в истории искать что-то хорошее, на что можно опереться. И у нас этого хорошего много. Давайте будем это искать хорошее, опираться на него и строить в будущем такие же добрые отношения.